Дорожное движение Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, доброе утро. Евгений Станиславович, много ли дорожных комплексов в Югре и в Ханты-Мансийске в частности? И влияет ли каким-то образом их количество на нарушение правил дорожного движения? На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского округа динамично развивается система фото-видеофиксации нарушений правонарушений. Уже сегодня сеть фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения включает в себя более 305 комплексов, или как говорят у нас в простонародье, камеры. Из них уже 9 работают в Ханты-Мансийске. При этом в текущем году система фотофиксации нарушений пополнится как минимум еще на 52 такие камеры. Поскольку большинство дорожно-транспортных происшествий является следствием нарушения правил дорожного движения самими водителями, было бы логично предположить, что всемирное пресечение данного деликта положительно скажется на динамике дорожно-транспортной аварийности. Касательно нашего региона, наличие этих камер на дорогах и, будем говорить, ежемесячное их пополнение, значительно оказывает воздействие на правосознание участников дорожного движения. К лихачам, в моем понимании, я бы мог отнести водителей, которые допускают наибольшее количество правонарушений, которые совершили от 50 и более, и не желающих их оплачивать, то есть исполнять. Мы все понимаем, что эти водители умышленно нарушают, понимают ответственность, но понимают и предполагают не исполнять эти постановления. В настоящее время, даже на сегодняшний день, я могу сказать, что их уже более 130 на территории округа, но я бы хотел донести до слушателей, даже до тех, кто, может быть, считает себя, что он не обязан выполнять обязанности, штрафы оплачивать не обязан, ну и продолжает нарушать, что только по итогам прошлого года в рамках совместной работы с управлением Федеральной службы судебных приставов на дорогах Югры было задержано и арестовано либо поставлено на специализированной стоянке судебных приставов 117 транспортных средств должников. Какие именно ПДД фиксируют камеры, которые существуют у нас сегодня? Наибольшее, конечно, количество нарушений, да, это связано с превышением скорости движения. На втором месте по патилактике, конечно, и наиболее такое, будем говорить, правонарушение, которое влияет на совершение дорожно-транспортного происшествия и степень тяжести, то это проезд на запрещающий сигнал светофора. Они на втором месте и выявление их на втором месте. В дальнейшем идет, ну с учетом, наверное, того, что у нас пока, пока я акцентирую внимание, не все комплексы оборудованы такой возможностью, это выезд на полосу встречного движения. Ну потом уже идет выезд за стоп-линию и нарушение правил остановки стоянки транспортных средств на проезжей части. Ну в частности, конечно, многие уже автолюбители нашего города познакомились с новым комплексом, установленным в районе окружной больницы на пересечении улицы Каленина-Комсомольская. Комплекс там довольно-таки современный, он помимо проезда на запрещающий сигнал, он фиксирует нарушение правил остановки стоянки и расположение на проезжей части. Это вот очень часто у нас злорадствуют этим, ну скорее всего, водители такси, которые подъезжают в два ряда, останавливаются, перекрывают чуть ли не всю полосу для движения, ну и считают, что так правильно. Ну, к сожалению, теперь они все больше и больше уже перестают это делать. Уже у нас дорога, тот участок дороги, он уже открыт. Среди водителей бытует мнение, что если регистрационный знак заляпан грязью, мухами, или там каким-то снегом, или листочком с дерева, то камера попросту не сможет сочетать с него информацию, верно ли это, или это миф. Камера в любом случае зафиксирует, но я думаю, что многие уже автолюбители, которые хотели протестировать данный лайфхак, уже об этом пожалели. Так как за видоизменение госномера или одного даже из них предусмотрена ответственность в виде лишения права управления до трех месяцев, либо штраф 5000 рублей. Есть ли какая-то погрешность у камеры? Допускают ли они ошибки? Ну, вот сами комплексы фото- и видеофиксации, да, при введении в их эксплуатацию, они проходят процедуру тестирования, то есть не сразу они начинают выявлять, выносить штрафы и тому подобное. Они настраиваются с учетом всех погрешностей, и эти погрешности, они идут не в минус, как считают у нас автовладельцы, а всегда в плюс. Что скоростной режим, что выезд на запрещающий сигнал светофора дается, погрешность уже там срабатывание запрещающего сигнала и потом только фиксация. Но в моей памяти, да, вот сколько я уделяю внимания, то есть работе комплексов на территории, я, конечно, не припоминаю каких-либо сбоев в работе, ну и к тому же я вот хотел бы отметить, что на стадии даже уже вынесения постановления и привлечения водителя к ответственности за то или иное нарушение, сотрудники госавтоинспекции просматривают дополнительно каждую фотографию и краткую запись этого нарушения. И только потом принимают решение, если отчетливо видно все. Ну начиная, вот бывает у нас споры, там линия разметки не видно, знак там или светофоры, или стоп-линии, но при этом есть знак, который указывает на наличие стоп-линии и тому подобное. Если автовладелец не согласен с вынесенным решением, можно ли его каким-то образом обжаловать и в какие сроки это можно сделать? Вы знаете, вот я не знаю, это, наверное, самая сейчас простая процедура. Даже, наверное, проще, чем штраф оплатить. Жалоба, она сейчас подается в форме электронного документа оборота, ну документа, конечно, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. И туда же приходит ответ решения на поданную жалобу. Единственный срок, да, он общий срок для подачи, это 10 дней с момента получения копии постановления. Но, забегая вперед, копия постановления, если АЛИТО дало согласие, то оно также приходит в личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг. Евгений Станиславович, спасибо большое за ваши советы. Будем надеяться, что югорские водители все-таки будут соблюдать правила дорожного движения и будут более дисциплинированы. До свидания, хорошего дня. Спасибо вам. Всего хорошего. Продолжение следует...